На мой взгляд, первоначальная цель МММ – это сделать ее замкнутой. Что такое замкнутая система? Это когда деньги, выходящие из нее через короткий промежуток времени, возвращаются обратно через других людей. Примером такой системой является банковская система. В ней деньги, взятые в кредит или снятое с депозит, тратятся клиентам, попадают через несколько сделок другому клиенту банка и снова оказываются в банке в виде депозита, либо платежа по кредиту. Благодаря этому банки увеличивают денежную массу, можно сказать, создают новые деньги. Этот механизм называется денежный мультипликатор. Подробно останавливаться на объяснении его работы я сейчас не буду, это и есть в другом видео. Думаю, ссылка на него будет в описании. Но суть в том, что существование такого механизма, как денежный мультипликатор, доказывает, что система МММ возможна и работоспособна. Только ее необходимо раскрутить. Как раз на одном из условий ее запуска я хочу сегодня сакцентировать внимание. Замкнутая система зависит от количества участников. Клиентами банков является большая часть населения России или мира, можно сказать. Поэтому там деньги очень быстро возвращаются обратно. Итак, у нас есть знания, как устроена банковская система и как она использует этот денежный или банковский мультипликатор. Есть задумка, как применить этот же механизм, но только на благо людей, в рамках системы МММ. Но на данный момент в МММ, по сравнению с банками, очень мало участников. На этом этапе необходимо постоянное расширение. И для побуждения людей вступать в ряды участников этой системы есть два инструмента. Это проценты и пользы, которые получат участники, когда МММ достигнет своих целей. По сути, цель МММ как раз и есть принести пользу людям. Но помимо этого, есть и препятствия, которые мешают людям присоединяться, начать участвовать. Это навязанное обществу мнение, стереотипы, что МММ лохотрон, а МММ вроде мошенник. Как следствие из этого пункта, сложность в донесении информации о полезности системы для общества. Зачастую люди наотрез отказываются изучать и слушать об МММ. Я думаю, многие кто пытался рассказать, сталкивались с таким. Я бы сюда еще добавил, как препятствие, это уровень развития многих современных людей. И их способность логических мыслей, которые, к сожалению, оставляют желать лучшего. Далее. Проблемы с рекламой. Но список можете дальше продолжить. Этих препятствий немало. Поэтому вполне ожидаемо, что при развитии МММ бывают и, скорее всего, еще будут возникать трудности. Но от этого ее цели и задачи не исчезают и не меняются. И их достижение все так же остается возможным. Я, конечно, понимаю то, что всем, ну и мне в том числе, хочется, чтобы все вот это развитие и достижение цели прошло гладко и быстро. Но преодолевая трудности, которые у нас возникают на пути, наше сообщество становится качественнее и крепче. Как я уже сказал, у нас есть два инструмента, которые помогают людям принять решение и начать участвовать. Это проценты и конечные пользы. Соответственно, участников можно разделить на две категории. Это тех, кто участвует ради денег и тех, кто понимает суть системы. И для них проценты это как приятный бонус. Потому что все-таки суть важнее, чем проценты. Причем значение процентов как раз в том, чтобы первоначально привлечь внимание новичка. А далее, по мере того, как он участвует, в идеале он должен понять цели системы и стать уже осознанным участником. В этом видео хотелось бы как раз обратиться к участникам из второй категории и тем, кто находит в состоянии перехода из первой во вторую. Повторю, первоначальная цель – сделать систему замкнутой. Или по-другому можно сказать, это достичь определенного количества участников. Очевидно, что мгновенно нельзя этого сделать. Не получится никак. Количество участников растет постепенно. То есть постепенно люди присоединяются. Но, к сожалению, когда возникают трудности, часть участников перестает участвовать. И больше огорчает еще то, что среди них бывают недостаточно толковые люди. Но, видимо, просто некоторые моменты они не понимают. Вот один из моментов как раз с этим видео я и хочу донести. Когда вы уходите из системы, происходит следующее. То есть достижение цели отдаляется. Нам ведь надо увеличивать количество участников. А когда человек уходит, количество уменьшается. Дальше вот тот, кто уходит, он кому-то рассказывал о системе. Они наблюдали за ним. А когда вот он перестает участвовать, они тоже на него смотрят. И вряд ли им это прибавит решимости присоединиться. Ну, стать участником системы. То есть это еще больше усложняет развитие. А если участник участвует, несмотря ни на какие трудности, а наблюдающий за ним все так же продолжить наблюдать, то со временем, возможно, это заставит их принять решение начать участвовать, присоединиться к системе. Вот. Здесь очень важно поведение участников. Поэтому, как бы, вот переставая участвовать, вы действуете, как бы, вопреки развитию системы. Можем так выразиться. Тут больше важно количество участников и их осознанность, чем сумма, которыми они участвуют. И хочу обратить внимание, то, что вот Сергей Пантелеевич Мавродиев, он не на все, несмотря на все трудности, которые у него возникали, а у него трудностей, как уж поверьте, было немало, он все продолжал и продолжал пытаться реализовать задуманное. И думаю, что Данил за уже более чем 4 года тоже доказал, что он не намерен останавливаться, что он настроен серьезно. И у него трудностей уж побольше, чем у участников. А теперь вот представьте, что вот несмотря ни на что, несмотря на все эти трудности, в итоге у нас все получится. И задуманное будет реализовано. То есть, а вы, вот кто уходит, как бы остались в стороне, какие вот у вас будут ощущения в тот момент, когда вы поймете то, что МММ действительно, ну, у системы МММ все получилось. Что вот, задайте себе вопрос, что лучше? Рисковать каким-то некритичным суммам, участвуя в МММ, но быть причастным к такому значимому, нужному обществу делу, которое, как бы, не как бы, а на самом деле призвано изменить к лучшему вашу жизнь и жизнь ваших детей. Или не рисковать деньгами в МММ, но и не быть причастным к этому доброму делу и приспосабливаться вот к тому ужасу, к тому абсурду, я бы сказал, который вообще у нас вот сегодня в мире творится. Ответьте себе на этот вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok